Нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились в пути до одного негодных, не делающего добро. Такое послание, если бы получили сегодня в администрации города. Ни одного нет работника хорошего, ни одного нет, кто свое дело знает, ни одного нет хорошего специалиста. Каково было бы? Итак, сойди до самого низу. Вот пришло вероятно такое послание. Ни одного учителя нет состоящего у вас, зарплату зря получаете. Ни одного нет, который знает, для чего вы вообще учительскую зарплату получаете, чему вы учите. Это апостол Павел говорит не просто одному человеку, а господствующей римской столице. Вот представим, что туда собрался народ со всего мира, и он сегодня говорит не просто верующих, а вообще нет праведного ни одного. Какая канонизация? Кому он сказал, эти люди умерли сегодня некоторые. Нет праведного ни одного, ни одного, не надо ничего усиливать. Просто я считаю и не добавляю ничего. Дальше нет разумеющего. Какое знание? Какие-то докторские богословия защищают. Потом. И никто не ищет Бога. Если это послание не действительно, зачем оно находится в Библии? А если оно действительно, это же паника, катастрофа. Самое настоящее. Это надо сегодня плакать и рыдать. Никто не ищет Бога. Подчеркиваю. Все совратились в пути. Но так же нельзя обобщать. Мне всегда говорят, ну один, два не так. А вы? Вся церковь, патриархия не такая, там все баптисты. Так, как вы всех разве знаете священников? Вы говорите про священников, а они проповедуют. И начинают выступать. И вот ответ. В это все входят, патриархи, священники, епископы. Все до одного. Мы сейчас разберем. Не по одному месту. Ладно. Павел находился в таком состоянии. Акфект называет. Ну написал, а потом может покаяться. Все-таки ошибся. И потом говорит. До одного не годно. Где ее? Собралось одно еще. До одного. Еще повторило. Не одного, а потом до одного. Но, если сегодня так скажешь, то тебя сразу нападки. Вот это именно обобщаете. Это не хорошее дело. Это нельзя. Но один бы они такие коммунисты. Вся компартия, людоеды. Кажется, можно так говорить. Было и хорошее что-то. Ничего не изменилось. И я представляю, как они переглядывали друг на друга. Я вспоминаю, вот сейчас пишут, опубликуют завещание Ленину. Его скрывали. За то, что кто-то имел, того человека расстреливали. И он говорит, ни одного нет после моей смерти, кого можно поставить на это дело. Ни одного. Я говорю, с моей смертью лагерь, видимо, закончится. Я не нашел никого, ни одного из своих близких людей, которые не то, что учить не умеют, кормить все умеют, которые умели бы правильно наказать у детишек. Экзекутора, палача, ни одного не нашлось. Следователи, прокуроры есть, а палача нет. Почему? Это очень серьезное дело. Ни одного. Это ни одного, тогда, когда болеешь о деле. Когда все перебираешь по одному, и такая тоска нападает. Почему? А потому что все, говорит, ищи строевого, а не того, что угодно было. Ничто так не мешает, как свое я. А ты отвергнешь и начни вливать в этот сосуд новый. И ты увидишь изменения, и сегодня уже начнутся. Ну ладно, негодно. Но все-таки мы же делаем добро. Как щелки трудимся, он говорит. И нет, делающего добро. Ни одного. Ну, Павел, хватил же. Как нет? Да мы сегодня только посещали сестру нашу. Она болеет. Роженица была. Помогали. И друг друга мы все не забываем. Ни одного. Вот здесь, в позиции Божеской, Господь дал знать, кто мы такие. И когда все сделаешь по закону, точно по Библии, и тогда вздохнись, скажи, я ничего не стоящая рация. Сделай это то, что положено. Слово Божие говорит о том, что праведники есть с позиции человеческой. Но приравнивать к канонизации, что это для неба вводное, которого нигде нет равенства. Господь говорит, мои мысли не ваши мысли. И мои пути не ваши пути. Но как небо выше земли, так мои мысли выше мыслей ваши. Вот здесь оценка Божия дана. По вдохновению сказал. Павел-то привел мне свои слова. Он процитировал. Как это списал. С дневника у Давыда. Бытие 18.28. Когда разговаривал Авраам с Богом, то ему казалось, что праведников-то все-таки много. Это мы только не видим. Мы видим, говорит, согрешающего, а не видим кающегося. То есть у нас разные есть присказки такие. А вот теперь он к Богу-то и пристал. Господи, ну неужели ты весь город погублять будешь, а там 50 праведников? Почему он 50, а не 100 сказал? Видимо, думал о 100, но скажет. Круглая цифра. Половина-то все равно найдется. Бог говорит, нету 50. И он говорит, а неужели, если не будет хватать 5, а только 45, и за то, что не хватает 5, и ты всех опять сожгешь? И он говорит так. Может быть, до 50 праведников не достает 5? Неужели ты этот город погубишь? Он считает, что праведники. А какой этот праведник дальше? Что от него наплодится, потом пойдет? Говорит, а слух считать нельзя. Солом 1-6 стих. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Значит, праведники есть? Повторяю, с позиции человечества. Часто любят повторять. Душа у человека по природе христианка. О ком бы ни говорили, а говорят о безбожниках, потянулся в храм, а смотри, бывший коммунист, а теперь свечки ставят. Это душа-то, она припожжет не христианка. Лицемерная эта душа. Душа это язычница, грубая язычница. По природе своей, Адамовой, душа есть язычница. Она прилипла к земле. И человек, как и называется, земля. Развратилась земля. Из-за того, что землей названа человек, категорсть праха. По природе райской сотворенной, вот та душа христианка, но ее такой души-то ведь нету. Пиртуриан сказал, но не пояснил. Солом 11, 2. Спаси Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных. С одной и с другой стороны рассматриваешь человека. По-человечески, что человек мог сделать, но примешиваются эмоции, направления, ожидания. Я делаю добро, а чего-то через это, может быть, ожидаю. А может быть, сделал, да и вознесся мысленно, подумал, я смог, а другой нет. А перед Богом все эти пятнышки, все это заметно. Солом 31, 6. Зато помолится тебе каждый праведник. А вот сегодня, вот о Ветхом Завете. А в Новом Завете положение иначе выглядит. Человек, омытый кровью Иисуса Христа, этого истинства, чистый, правильный, освобожденный от греха. И грех не прикасается к нему. Мы читали все это из Ветхого Завета. Давыд говорит, что люди ощущаются через жест, он сам приносил, но это только напоминало о Христе. Ощущения не было. И хотя в крещении Иоанна написано было для прощения грехов, прощения не было. Это намерение было, чтобы в крещении явить Христа, и тогда через Христа будет прощение. Солом 71, 6. И в одни его просветил праведник. Он говорил о Соломоне. Но если Соломону подражать, какие там праведники? Вся страна была бы гаремом. В одни его, в одни Христа. Когда человек отвергается всего, отвергнет себя и следует за Христом. Мы должны понимать, что Соломон, слово мирный, но мирный. Только один вопрос брат задал, пришел, и он сразу же, он сегодня должен умереть, а до него мирный. Он оправдал это название. Царство было очень твердое. Почему? А он со всеми расправился сразу же. Еще и юноша в будущем. Только воцарился и сразу показал, кто он. Завернул все гайки. Мирный это наш Господь Христос. Он и льна курящегося не угасит, и троси надломленные не переломит. Мы можем называть имена Серафим, такой же Серафим, огненный, пламенный. Почему-то Серафим не пламенел в горестью, что погибает страна без Евангелия. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. А ищут поклонения. Вся Россия двигалась к монастырям, на Валаам, на Соловки, Гивеево. Это не Бога люди ищут, а святости на земле в людях. Я приду, ставить что-то, ответить, сегодня запутались настолько, что уже на уровне Патриарха и Синода криком кричат «Старчество прекратить». Одно заблуждение идет. Чему учат? И называют меоязычество. Белая магия в храме. Магизм. Это говорят люди, которые возле Патриарха. Я уже читал. Доигрались. Прича 10.3. Не допустит Господь терпеть голод в душе праведного. Праведного, то есть исполняющего заповеди Господня. Служащего Господу всем сердцем. И Господь не допустит его. Но если в России допустил Господь такой голод, и голод этот продолжался тысячу лет, то есть о чем подумать. А может кто-то бил тревогу. Может быть и бил. Только мы их не знаем. Может быть их убили. Вот сегодня канонизированный Макарий Алтайский. Ведь прозвище-то его Алтайский приставили. А он совсем не Алтайский. Он только на Алтайе трудился. Но труд его запечатленным остался. Он работал среди язычников. Он по-другому не мог, как он работал. Это не чистый евангельский у него был подход. Вот сразу начинал со службы. Подводил людей и быстро крестил. Это не евангельский подход. Но он очень ратовал, чтобы русский народ имел Евангелие. Он пишет прошение в Синод, его сразу в монастырь запечатать, наказать. Какое еще евангельное на русском языке. И сегодня открыто об этом пишут. Значит были такие люди. Были. Да мало их было. И они ничего не могли сделать. Притча Соломона 10.3. Не допустит Господь терпеть его во душе праведном. Значит допускает. Притча 10.25. Праведник на вечном основании. Какое основание вечное? Слово Божие. Сам Господь. И нет другого основания, которое я положил. Это вера в Иисуса Христа. Если были праведники. Так а почему мне на одном основании это все было? Смотришь в монастырь. Видишь. Зовутся под землю. На одно твердое основание написано. Среды за мной Господь говорит. Это даже нельзя подумать, что бы было с Россией, если бы шли евангельским путем. Какая революция. Какое гонение. И тут все, что было, гонение, советская власть, это все плоды того, что не было Евангелия. Ничего другого здесь нет. Сегодня об этом не кричат. И опять то же самое монастыри и монастыри. Мне вот сейчас в Грузию позвонил вчера мой крестник. И он говорит, тут беда. Везде открываются монастыри. Я говорю, пошел узнать. Евангелия совсем не знают. Монастыри, монастыри, но там было это в Грузии. Сегодня, говорит, я иду к епископу с книгами с нашими. Ну, я говорю, ни один епископ не примет, потому что он монах. А они должны принести покаяние за то, что не допустили Евангелия в народ. Вот что самое главное. И строят монастыри, а никого нет. Ведь они совсем были чужие приходят. Но создают условия, отпускают средства. Притча 24, 16. Ибо семь раз упадет праведник и встанет. Это ведь консоветская одна была. Праведник назывался человек, который знал Моисея и закон, и исполнял его, и приносились какие-то жертвы. Все это с большой натяжкой. Слово праведник. Праведник нет, мы прочитали. Это праведник в глазах людей по закону. А он умирал, праведник, и шли в преисподние места. Все до одного. Но если праведник хоть один-то на небо зашел, не один. А как же Илья? Зато он говорит, не знаем, где он находится. Сказано взято, небо не одно. Не один. Вот и вся праведность. Праведность, он не был преступник государственного закона. А государственное, теократическое государство, это и Моисеев закон. Иклисиад 7, 15. Праведник гибнет в праведности своей, а не счастливый, и живет долго в нечестии своем. В общем, один беззаконник, а другой исполняет. И он называется праведным. Иклисиад 7, 20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. И, наконец, Соломон уроженил, что такое праведность. Праведность – это соблюдение закона. Павел говорит, и по правде закона непорочен был. То есть у него был и устав, он читал. По этой правде, допустим, кто исполняет Коран, мусульманин тоже праведный. Любой еретик, у него правила какие-то есть, он их исполняет, тоже праведный. И буддист праведный, потому что его не убивает. Он также ухаживает за больными. Он праведен в своем роде, действительно так. На это праведность не возводит на небо. Исайя, 45, 21. Нет у него Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего. Вот по праведности. Ориентир на Бога. И с неба сходит Сын Божий, берет грехи людей, умирает, омывает кровью, и человек обновляется, делается новой тварью во Христе. Новая. Вот теперь праведность. Теперь ты очищен и можешь идти. В Ветхом Завете только, считаем, об Исайе в пророке было, когда он рассыпал, я нечист, и ангел берется с жертвенника в уголь и провел по устам, теперь ты очищен. И церковь толкует так, что это причастие, которое нам дается. Михея, 7, 4. Лучший из них, лучший это праведник, он как терм колючий. И справедливый хуже колючий измер один. По-человечески, да. А по-божьему, там столько колючек внутри. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Чтобы избавиться от этого, нужны проповедники, провозвестники, возвестить истину Божию. Вот это одно только место. Мессия, 7, 4, если бы в России его взяли за основанием, все было бы по-другому. Какая праведность, какая канонизация, когда люди Евангелия не знали. И каждый, кто умирает, перед смертью, ему бы расписывался, я не вышел к народу с Евангелием. Горе мне, и рукописание такое давать. Я был против Евангелия, или не давал людям Евангелие. Вот этим рукописанием-то куда ты явишься? А смысл-то есть, нет рукописания, то же самое. Ведь если сегодня это послание Павла прочитать, мы просто глазами будем хлопать. От кого это? Ну не сказать, что от Павла. Да разве это может так? Это надо ласково подойти к человеку. Хоть маленько, какой-то процент. Когда-то, вот говорит, половина священников погибает, а этот ни одного. Так нельзя. Это людей от себя оттолкнете. И сегодня вот это Павлово послание, если применить его к кому-то, никто его не примет. Вот рисует на иконах, что в ад тащит сатана людей, и на первом месте епископы. Первые прямо у него сидят на цепи, на петле тащат, а потом священники. Я пытался разговаривать. А вы допускаете, что ваш епископ погибнет? Что епископ? Я просто в книге написал. Епископ местный, верующий, и больше ничего. Где бы ни показали эту книгу, и как только находит епископ, и сразу закрывает. Да как он может так говорить? Я ничего не сказал, только вопрос задал. Они даже вопрос не допускают. Это какое же наше состояние? Когда по слову Божию нет правильного ни одного. Даже мысли это не допускают. Явно, что это не от Бога. Мысль ли от Бога такая? Все мы погибли. И только милость Божия спасет. А если я Слово Божие похоронил? А если стоял не на основании? А если на основании было разрушено, написано, что делает праведник? А ничего не сделаешь. Вот они стараются. И здесь тоже строят храмы, еще солны везде. А что, меняется погода? Температура в городе? Ничего не меняется. Вот объединились в зарубежную церковь. А вот мы вместе. Теперь у нас дела пойдут по-другому. Какие дела? Год прошел. Что изменилось? Ничего нет. Они остатки подстревают. Кто не покорился, с регистрацией воюют. А вакуум 1.4 Закон потерял силу. И суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает правильного, то и суд происходит превратный. Вот где праведность гибнет. Судьи. А где судьи? Ну, мирские судьи, это понятно. Подкупленные. Зятышники. Слепые. Они не молятся судьи. Это слепые все. Речь идет о церковном суде. Он нисколько не лучше. Вот сегодня только спросить церковный суд. Скажите, вы сжигали? Скажите, мы никого не сжигали. Но вы доводили до самосожжения людей? Вы понимаете? Есть особая статья доведения до самоубийства. Раньше это 108 была статья. Сейчас я не знаю какая. Вот переменили статьи. Но это тоже статья. Она была до 8 лет. А это не одного. Тысячи людей сжигали себя, чтобы не попасть в ваши руки. А то какими надо было быть? Кофеан Глатоуст. Охраняемый был царской гвардией. Они везли его в ссылку. А монахи дорогой напали. Одна была цель. Достать Глатоуста и убить. И воины. Ну, тогдашняя какая-нибудь альпа, команда. И они его запили. Лучше попасть и саврянам. И саврянам, это, как туркам. Нежели этим диким зверям, монахам в руки. Никого в живых не оставляли. И за того чудом только спасся в одном имении, там за стенами. Все. Это не сегодня все идет. Псалом 13,2. Господь с небес предрел на стенах человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. А вы скажете, Господи, а мы тебя по Боже пускать, правильно? Господь хочет найти. А где ты найдешь их тех, которые знают Слово Божие, которые живут по Нему, разумеющий путь Божий. Другого пути нет. Он говорит, я есть им путь истинной жизни. Ни по одному вопросу человек не может дать 100% правильный ответ без Евангелия. Он будет на догадках. Правильно поступать может. Поступать по отношению другого. Но рассудить в богословии никак нельзя без Слово Божие. Матфея 13,19. Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему. Но слушать и не понимает. Но не все же понимают грамотно. А дальше написано. Приходит. Сатана. Да красеет и жила-то с Богом или с сатаной. Кто слушает и неразумеет. А если он не слушал Евангелия, то не было. Вот сейчас пишет священник про одного. Я говорил. Он встретил юношу. Говорит, ты к нам ходил на занятия. А что, тебе два года не было? Говорит, а пришел к протестантам. А почему? Я, говорит, два года ходил по храмам Московской Патриархии. И ни одной проповеди не услышал. А здесь хоть что-то слушает. Ну, жаждущий. Не просто пришел. Да все просто пришел, отстоял и никуда. Тогда он никуда не ушел. Язык не понимает, я его судич. Он не услышал в центральном городе рядом с Патриархией за два года. И здесь, говорит, ко всякому слушающему слово от Татриархии. И не надо просто слушать, а надо разуметь. Что я читаю, эти слова читаю. И никто их не разумеет. Я прямо говорю. Ни одного еще священника мы не встретили. Который бы сказали. Беда, революция, гонение. Гулак. Все это за то, что люди не знали Евангелия. За то, что не проповедовали. Понимают, народ разводился. Надо было и учить. Учителя-то были приходские. Были тогда школы, церковно-приходские. Ведь речь шла не о двух-трех учителях, а 300 тысяч, если бы одновременно-то пошли в народ-то. Да не может быть, чтобы не изменилось. Многое еще было известно. А ведь этого не было. До конца. И так и не дрогнули. И как прогресс какой-то ударила, как молния какая. Собор в 17-18 году, уже революция идет и решает. Службу можно вести на русском языке. А уже все поздно. Бог уже не принял. Запоздалое покаяние было. Но еще там сопротивляли. Службу можно на русском языке вести, оказывается. Тысячу лет они говорили, нельзя, теперь можно. Потому что народ весь разоградился. Третья книга Едры, 7-19. И он сказал мне, нет разумеющего в воле Всевышнего. Господь все знает. И поэтому, читая Писание, начинаю читать. Перекрестись и скажи, Господи, дай разумение. Считаешь? Прочитал немного. И опять, закрепи во мне это. Господи, помоги исполнить. Закрыл. Слава тебе, Господи. Как многие люди не имеют этого, а мы имеем. У нас толкование есть. Мы самые счастливые из всех людей на земле. Колоссином 3.1. Итак, если вы в откресле со Христом, то ищите горнего. Он говорит, никто не ищет. Павел. А далее говорит, ищите горнего. Никто не ищет. Позиция ваша известна какая. Вы хотите просто стоял, замкнуться в себе. Церковь пропадала. Молчание золота. Молчание золота. И вот с этим золотом и остались. А это-то золото оказалось беззубый рот. Ничего нету. Золото, где Слово Божие, когда с уст идет, и написано семь раз переплавленное, чистое. Вот где золото. Поговорка совершенно неверная. Золото там, где Господь. И почему Владом и золото принесли-то? Владом как священник. Он наше знание на священник. А золото он как царь. Даниила 3.29. Отроки оказались в печи. И они не сгорели. И чем же они там занимаются? А вот прикинь на себе. Сейчас человек осажается в тюрьму. Это тоже огненное испытание. Павел говорит, не чуждайтесь его. И они начинают воспевать. И вот уже три тысячи лет, почти, церковь поет эти слова. Своих составить не может. Значит, не попали в печь. Не научились еще слова эти выпекать. Отроки, царские, они сроду никогда, может, такие слова даже не говорили. И скажи Бог с ними, что сделал. Как они запели? И ходили, и воспевали. Их было трое, а царь посмотрел, говорит, а как же я вижу их там четверо. И он воспевает и говорит, ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от тебя. Вот что нужно петь. Сначала революции по сегодняшний день отступили. Слово Божие оставили. Петь надо. Не просто стонать, а осознать это. Я читал воспоминания многих епископов, священников, у меня книга помещена, но ни у одного я не видел искреннего раскаяния в том, что Слово Божие они умышленно прятали. И те, которые пытались дать Слово Божие, они отталкивали. Люди стали образовывать секты, уходить куда, они просто вышвыривали их, расправлялись с ними, гонялись за Библией. Покаяние Россия не принесла, а раз не принесла, никто не ищет Бога. Римлянам 5.12. Смерть перешла во всех человеков, потому что в грехе, в нем, в Адаме, все согрешили. Вот где мы согрешили. А в двух нечистых никто чистый не рождается. И об этом Евг сказал 14.4. Во грехе защаз, беззаконие рождены, выход один только. Дай мне новое рождение через Слово Твое. Вы рождены. Дай рождение во святом крещении. Господи. И мы можем сказать, мы ищем Бога, мы нашли Его. И праведность дается через святую жизнь, через святое причастие, через исполнение Его святых заповедей. Да и найдет Господь в нашей общине, в нашем храме, святых, праведных, ищущих Бога и исполняющих Его святые заповеди. Аминь.